Приветствую, друзья! Это третья часть. Во-первых, я хочу вас всех поблагодарить, кто меня поздравил с днём рождения. Вы понимаете, что я очень хочу искренне вам пожелать здоровья, счастья, многолетия и творчества. Конечно, я не мог по отдельности всем написать сердечное спасибо, но я старался. Ещё буду писать. И сейчас хочу сделать вам тоже подарок. Вот это третья часть. Первая часть называлась «Устройство и способ диалог». Вторая часть называлась «Целебный монолог». Эта часть мы сейчас сами придумаем, как назвать, потому что это действительно изобретение века. Ну, заодно я вам скажу, что вот эта картина у меня называлась «Мечтатель размечтался». Ну, вот он с мыльными пузырями сидит, задумался там. Я сейчас к делу перейду, но обращаю ваше внимание на то, что эта картина «Размечтался» с мыльными пузырями. Посмотрите, какие глаза глубокие, очень глубокие глаза. Я немножко приближу картину, посмотрите, какие. И там, за этой картиной, другая картина, которая называется «Размечтался». Которую я тоже пишу несколько лет, и которую я вам сейчас покажу. Да, ну не это подарок. Подарок будет чуть-чуть позже. Сейчас я покажу «Размечтался». Потом скажу, почему я вам картины показываю. А потом вы сразу узнаете и поймёте, что это не просто три части, а целый курс, который позволяет каждому из нас снимать напряжение, нагрузки, разгружаться любимым для себя образом, глядя, например, в зеркало на себя, любуясь, например, собой. А вот это «Размечтался», которое я дописываю, дописываю, дописываю. Я уже в нескольких роликах несколько лет назад говорил, что эта картина очень сложная. Потому что надо было показать комнату, в которой человек лежит, и вспомнил свою юность, как он лежал на травке зелёной, среди цветочков, смотрел на облака, как они плывут, размечтался. Ну и рядом в комнате висит картина. Здесь тоже птичка, и здесь тоже птичка. Надо было совместить на одном холсте, совместить то, что он думает, как он мечтал, вспоминал в детстве, что жизнь впереди большая, интересная, и главное, поскорее вырасти. Вот он, видите, как ножку заломил. Свобода. Облака плывут, птички летают. И тут же это сделать и на картине в его комнате. Вот это совместить на одном холсте было очень сложно. Я несколько раз пытаюсь это сделать. Если вы считаете, что там видно, что он размечтался, напишите мне. Если он ещё не размечтался, тоже напишите. Потому что мы частично включаем здесь коллективный разум, как я иногда делаю, потому что мы тренируемся вместе решать серьёзные вопросы. С творческим подходом. А почему я это рассказываю? Потому что я в первой части, кто не видел, обязательно посмотрите, потому что очень многие страдают страхами, депрессиями, снижением такого настроения, угнетённости, не видят перспективы, не знают, как жить, что будет завтра в этих условиях неопределённости. И вот я в первой части показывал, что я изобрёл. Оказывается, если вы смотрите на себя в зеркало, любуйтесь своей персоной, в это время вы невольно представляете, что вы где-то находитесь, где-то там, производите какое-то на кого-то впечатление. Правда же? Вот вспомните, например, Тургеневских барышек, или вспомните там, вообще давно-давно, как дама могла перед зеркалом сидеть часами. А чего она сидела часами? Только для того, чтобы причесочку сделать? Нет. Она, я думаю, она, я думаю, глубоко изучая вопрос классической литературы, что она не просто делала себе прическу, она в этот момент ещё и думала. Потому что, когда человек занят каким-то любимым делом, которое не требует от него, отрывается в этот момент. И в этот момент он никому ничего не должен. И в этот момент никто ему не грозит. И он не должен выплачивать завтра ЖКХ или кредиты. Да, и этот момент, когда у тебя есть время, именно сидеть, смотреть на себя в зеркало. Да, и в этот момент, когда ты в парикмахерской, ты сидишь, тебе там прическу делать, в этот момент ты обдумываешь что-то. Да, и ты в этот момент начинаешь соприкасаться с такой глубинной внутри себя вечностью, которая называется бесконечность, безвремение, называются внутренние ресурсы. У нас называется это состояние глубочайшей задумчивости, эмоциональной отрешенности, созерцательности, как в йоге называется. Еще это состояние называется нулевое состояние. Нулевое состояние, когда мысли не сопровождаются эмоциями. И в конечном счете они исчезают. То есть голова становится пустой. А в этом состоянии как раз таки и начинается самое главное. В этом состоянии организм начинает восстанавливать нарушенные и истощенные функции. 15-20 клеток миллиардов мозга клеток начинают освобождаться от напряжения, от постоянных бесконечных затрат энергии и начинают восстанавливать свой баланс, свой химический запас. Кислородь пошел в клетки мозга. Вместо адреналина, который держит вас все время в мобилизации, когда вы решаете какие-то вопросы, волнующие вас, включаются эндорфиноподобные вещества. Это вообще суперское состояние. И вот оказывается, если вы сядете, как я сейчас, перед компьютером или перед зеркалом, или когда вы делаете вот эти сельфи, или перед телефоном, но при этом, будьте внимательны, я направляю ваше внимание на то, что могло бы ускользнуть в тех двух частях. И мне много задавали вопросов, а можно перед зеркалом? Можно, но при этом. Сейчас скажу, что важно. Походу я могу вам сказать, дама сидела, в зеркальце на себя смотрела, прихорашивалась, гусара вспоминала, думала, знаете, почему у мужчин погоны? Как вы думаете? Ну, почему? Ну, было время, и во время Отечественной войны вдруг сняли погоны, а потом опять получили. Почему это было так? Я вам скажу, я додумался, я не знаю, может, вы тоже додумались, может, вы раньше меня додумались, почему у мужчин погоны? чтобы показать плечи. У мужчины есть плечи, надежное плечо, а у женщины что? Талия и бедра. И поэтому одежда была у женщин и мужчин, сильно отличающаяся друг от друга, чтобы показать, что это мужчины, а это женщины. А теперь стала одежда такая непонятная, но не для того, чтобы люди стали одинаковые в плане пола, нет, а именно показать, что независимо от того, какая на тебе одежда, чтобы видно было, что ты, черт возьми, мужчина, а ты, девушка, красавица. Вы понимаете, какие толкости? Так вот теперь слушайте меня внимательно. Я почему это рассказываю? Почему я показываю картину? Потому что я смотрю, очень много людей, в том числе и психологов, стали в последнее время выставлять в интернете, накапливая число подписчиков, медитативные вещи. Ну, например, виды природы, и это очень хорошо. Это очень хорошо. Да. Музыку. У нас, кстати говоря, с обиденным будет обязательно, завтра или послесавтра, мы все настраиваемся, настраиваемся, вот будет, вот сейчас будет уже. Просто у меня день рождения был, и я вас поблагодарил за поздравление. Так вот, обиден будет музыку свою, я буду картиной своей, я буду приемы показывать, покручу новые, совершенно новые, которых еще не было, они нигде не опубликованы. ни в книгах, ни на ликбезах, бесплатных, на наших многочасовых, ни на вебинарах, есть новые, совершенно новые. И вот то, что я сейчас показываю, рассказываю, это тоже один из этих новых приемов. для того, чтобы снять стресс, для того, чтобы освободиться от скованности, от удрученного, огорченного, обиженного состояния, освободиться, чтобы улетучился страх, и если боль вас давит, душевная или физическая, чтобы ушла боль, чтобы вы освободились, вы смотрите на себя в экране, обращаю ваше внимание. Как сказал мой друг Роман Газенко, если не обратить словами внимания на что-то, а обращение внимания, это обращение сознания, то человек может пройти мимо этого и не заметить. Я-то вообще считаю, если доминанта есть у человека, увидеть что-то, даже если не обращаешь его внимания, он все равно это там увидит. Но я не знаю, у нас очень много подписчиков, очень много людей, в школе человек больше, чем Homo Futurus. Я не знаю, у кого доминанта есть, увидеть сейчас здесь полезную новизну или нет. Поэтому я обращаю внимание на это. И вот когда ставят, и вы смотрите в интернете медитативную музыку, когда вы смотрите или слушаете какую-то медитацию, которая помогает вам отдохнуть, расслабиться, успокоиться, то я вам предлагаю сделать собственную, вот так, как я сейчас делаю. Я включил компьютер, обращаю ваше внимание, я включил компьютер, вместо видов природы, я поставил свои картины. И у меня получается больше естественная органичность того, что я говорю, с тем, что я показываю. Это во-первых. Это во-первых. Тут более целесное такое позитивное воздействие, более полезное. Почему? Вы это потом почувствуете. Вот вы сейчас приглядитесь, послушайте меня, и вы поймёте, о чём я говорю. И сами будете так делать. Это невозможно не делать. Потому что я как раз-таки даю советы. Я даю советы, как разгрузиться до нуля за очень короткое время, за несколько минут. Это надо включить. Компьютер. Или смотреться в зеркало. Отвечаю на вопросы, которые меня там в комментах задавали. Или взять телефон, включить телефон, и смотреться в телефон, как вы серфи делаете. Послушайте, но при этом важно, очень важно, чтобы вы начали говорить и говорить, говорить и говорить, говорить и говорить, говорить и говорить всё, что в голову приходит. Таким образом, вы как бы оказываетесь, это моделирование, это моделирование положения человека на сеансе психоанализа. Потому что психоаналитик наводит его внимание на его больную точку в душе, и ты начинаешь там говорить и говорить, говорить и говорить, говорить и говорить. И освобождаешься. И потом ты выходишь оттуда такой свободный, тебе так хорошо. Ты всё понял, что надо делать, как достичь этого, чего ты хочешь. Как гора с плеч. Так если ты это делаешь без всякого психоаналитика, ты экономишь деньги, ты экономишь свои нервы и его нервы, потому что не всякий психоаналитик тебе подойдёт так умело, как ты бы хотел или нуждался в этот момент. Вы представляете, что я вам дарю? Я вам дарю самостоятельную, свободную, в любой удобный для вас момент, в любом удобном для вас месте разгрузку, разгрузиться. И через это, когда вы говорите, всё, что в голову приходит, совершенно не задумываясь, как это выглядит. Как я говорил в прошлых двух роликах, вы по существу совершаете действие, которое совершается, кто этого тогда не видел и не слышал, я говорю, автописьмо. Автописьмо – это потрясающая методика. Очень многие знают. Автописьмо – это потрясающая методика. Посмотрите, прошлое два ролика я говорил о том, что путь художника. Она действительно автор. Она перенесла два инсульта или там что-то перенесла. Каждое утро между стом и больствием она садилась за стол и писала всё, что в голову приходит, всё, что в голову приходит. И через несколько дней она заметила, что ей стало легче, она стала лучше себя чувствовать. В конечном счёте, она не только восстановилась после инсульта за максимально короткое время, она стала художником. Открылся её талант. И она назвала эти четыре свои книги, по-моему. Путь художника. Вы представляете, если вы будете глядя в зеркало, глядя в компьютер, включаете вот этот фотоаппарат, который я сейчас включил. Я включил – я вижу себя. Секрет эффекта заключается в том, что вы становитесь себе собеседником, вы видите себя. Вы говорите как бы себе, но вы при этом. Это ваш внутренний монолог, диалог. Ваш внутренний диалог сейчас выплеснулся. Всё, что в голову приходит, вы говорите, потому что когда вы не говорите вот так этого, оно у вас там внутри крутится. И спать не даёт. А вот так выговариваетесь, выговариваетесь, выговариваетесь. Я говорил в прошлых роликах двух о том, что Луиза Хэй стучала подушку, то есть она совершала синхронные действия, или это в предыдущем ролике было. Ну, не важно. Но эти два обязательно посмотрите, последние. Агата Кристия писала свои произведения, освобождала свой ум от барьеров. Моя посуду, делая повторяемое движение. Пушкин, рисуя женские головки автоматически, или свои портретики, писал произведения, когда застревание происходило, он автоматически писал эти картиночки. То есть мы снимаем напряжение повторяемыми движениями и автоматизмами. Или пальцами так пощёлкиваем, или голову чешем, мы что-то делаем, или ходим туда-сюда по комнате, или стучим ногами, или ногой качаем, или в кресле качаемся вот так. И у нас есть упражнение. Ключевая волна для тех, кто хочет избавиться от переживаний. Я им говорю, переживайте на фоне колебаний. Соединяйте колебания с переживаниями. И сколько угодно переживайте. И слезами прольётесь, и зевотой, и тиками пройдётесь, и дрожаниями. Это всё прекрасно. И теперь я хочу обратить внимание ваше на то, что моя теория стресса, она совершенно новая. Она заключается в том, что когда возникает у вас стресс, он всегда сопровождается механизмом защиты, о котором вы не знаете. Я об этом уже несколько книг написал. Стресс сопровождается механизмами гомеостаза, то есть сохранения внутреннего равновесия. Выскакивает вместе со стрессом, вместе с этим перенапряжением. механизм. Механизм. Например, дрожание. Например, слёз. Это разгрузка. Это механизм защиты. Дрожание. Нервная дрожь. Тики, тики. Зевание. Много там чего выскакивает, но поскольку человек не знает об этом, что это положительная реакция, он пытается это блокировать. Потому что по старым, старомодным представлениям психологи, они же нам внушали, если я плохо, думай о хорошем. Я бы и рад думать о хорошем, но мне плохо. Если бы я мог думать о хорошем, когда мне плохо, так зачем тогда психологи? В том-то и беда, что когда человеку очень плохо, он не может думать о хорошем. А думать о чём думается, он может. То есть он может думать о плохом. Поэтому предлагается. Переживаешь? Переживай. Пусти свои мысли на самотёк. Думай о плохом. И смотри на себя. Потому что когда ты смотришь на себя, как говорится, на себя любимого, тебе, во-первых, легче, потому что это человеческое общение. Хотите, не хотите, это человеческое общение. И поэтому людям, которым не хватает общения, они потом приходят к кому-то и там начинают выливать свои проблемы. Они разгружаются, а того человека загружают. И тот не знает, как от вас освободиться. Ему уже надоело, наверное, слушать про ваши горести, ваши печали. Поэтому в культуре принято улыбаться, в культуре принято говорит, хорошее. Представьте себе, вам звонит подруга или друг и хочет услышать от вас, что это утешительно, хорошее. Он вас звонит, вам и говорит, Маша, как дела? И вместо того, чтобы вы сказали, хорошо, и у него на душе повеселело, вы его начинаете грузить. Ты знаешь, Алёша, второй день, у меня так болит нога, и он сидит бедный и не знает, куда деваться. Ну, что он может в этот момент сделать? А он в этот момент может сказать, Маша, ты помнишь, что сказал доктор Алиев? Включи компьютер, это я даю отдушину для всех, которые не знают, куда деваться. Они теперь могут свалиться на меня. Я не возражаю. Я известный психолог, врач. Пожалуйста, пусть говорит, а ты включи компьютер и реви в компьютер, глядя на себя, и ты увидишь, как через пять минут у тебя улыбка будет на уши, как у Будды, как у ребёнка, которому легко на душе. Да, друзья мои, это очень важно. Во-первых, ещё раз повторяю, чтобы вы обратили внимание. Если вы смотрите в зеркало, вы любуетесь собой, и вы в это время думаете. А теперь вы не просто думаете, а вы ещё и говорите всё, что в голову приходит. Это двойной эффект, правильно? Значит, вместо зеркала теперь в данном случае у вас компьютер. Вы включили компьютер, как я сейчас включил. Ну, там есть фотоаппарат такой. Прежде чем грузить запись, я должен её наговорить. Так я решил не грузить, а просто наговаривать. Поэтому я освободился от возможной критики. Раз меня никто не критикует, раз мне никто не мешает, раз никто из соседей в стенку не долбит, у меня спокойное время, когда я могу действительно говорить всё, что хочу. Если я в этот момент, запомните, захочу петь, я буду петь. Если я захочу стучать ногами, буду стучать ногами. Если я захочу барабанить по столу, буду барабанить по столу. Захочу говорить какие-то вещи, буду говорить какие-то вещи. Я один. Я никому не мешаю. Запомните. Я никому не мешаю. Критики ничьей не жду и не боюсь. Я свои мысли не редактирую, не оформляю, как правильно выразиться, как красиво сказать. Нет, нет, вот этого труда не делаю. Я делаю автовыговаривание, как автописьмо. Письмо. Вот на это я хочу обратить ваше внимание. Вот что важно. Автовыговаривание, как автописьмо. Только автовыговаривание, это как у психоаналитика. Автописьмо, ну, ходите и у психоаналитика, сидите, так делайте. Автописьмо. А это методика Алиева, Хасая Магомедовича. Вот в первом варианте она называлась. Диалог, устройство, вот как я говорю об устройстве, и способ, способ, как изобретение. Потому что такого нет в мире. То, что я сейчас вам рассказываю, объясняю. Я еще о чем-то скажу, кое-что скажу. Очень важно, вы удивитесь. Во втором ролике я говорил о том, что это целебный монолог. Третий ролик, вот сегодняшний. Вы можете предложить, как его назвать. Как вот это изобретение, наше назвать. поможет оно тысячам людей. У нас в интернете, вот на нашем ютубе сто восемьдесят шесть тысяч. Ну пусть посмотрят двадцать тысяч. Ну пусть посмотрят пять тысяч. Вы представляете, пять тысяч смогут сразу за один вечер снять у себя напряжение. Пять тысяч человек. А теперь второе. Если вы подпишетесь, кто не подписан на наш ютуб канал и на наш телеграм, если вы нажмете там кнопочки и подпишетесь, увеличите аудиторию, это наша помощь ближнему в наше трудное время. Здорово, да? Сильный подарок, правда? Ничего не стоит. Вы обычно выговариваетесь, выговариваетесь перед телефоном, перед зеркалом, перед монитором. Смотрите на себя в этот момент, любуйтесь, любуйтесь, вы понимаете, что происходит, когда вы одновременно выговариваетесь и видите себя любимого. Это потрясающе! Да вы попробуйте. А тут мне написала моя приятельница, а я смотрю все ваши ролики, а я говорю, а ты попробовала там, что там, а что надо пробовать? Я говорю, как? Я почему этот пример привожу? Чтобы вы услышали, о чем я говорю. Надо попробовать, то есть сделать то, о чем я говорю. Потому что, если вы это сделаете, это станет вашим верным помощником на всю жизнь. На всю жизнь. Вам не надо каждый день выговаривать. когда надо будет снять стресс, или когда надо освободиться, или когда выпустить пар перед каким-то экзаменом, перед каким-то соревнованием, перед ответственной встречей. Вот у меня, допустим, завтра встреча, я не знаю, как провести, ко мне должны прийти гости. И так сложились обстоятельства. Важный гость, который хотел бы со мной один на один поговорить, специально едут издалека. И так сложились обстоятельства, что я теперь не знаю, как быть, потому что они попадают в одно и то же время, а в другого времени они не могут, я не могу. И как быть? И вот я не знаю, но я точно знаю, что если я сейчас выговариваюсь, внимательно, слушайте, если я сейчас выговариваюсь, выговариваюсь, я ведь говорю, все, что в голову приходит, вы не удивляйтесь, почему у меня речь такая свободная, раскованная, органичная, прекрасная, как вы мне пишете, почему? Потому что она свободная, потому что я свободный, вот это свободная, это как река, полноводная, потому что я говорю все, что думаю, все, что хочу и ничего не боюсь, почему не боюсь, никто меня не слышит. так это же есть то выговаривание, ради которого люди ездят туда-то, куда-то, сидят в очереди, договариваются за большие деньги у специалиста, ему вот это все высказывают, выговариваются, да, а он все это с умным видом слушает и вопросы задает, и наводит ваши мысли именно на ту больную точку, чтобы вас прорвало, и вы начали выговариваться, и ушли разгружены, и такая счастливая и довольная, что какой специалист прекрасный, мне так после него легко, а вы просто выговорились. Друзья, еще вы можете сделать следующее, именно этот способ я вам дарю в использовании, и вы можете точно так же освоив его, вы можете написать статью, вы можете написать диссертацию кандидатскую, вы можете написать себе кандидатскую, докторскую, вы можете написать себе доклад, выступить на какой-то конференции по этой теме, вы представляете, что я вам даю в руки, мощнейший инструмент, в котором сходятся все пазлы, все пазлы, это все равно, что сказать, физкультура полезна, доказывать никому ничего не надо, здесь тоже, когда вы говорите, что выговорится, все, что в голову придет, но выговорится, общаясь с самим собой, как с человеком, как в человеческом обществе, а человеческое общение необходимо человеку, поскольку он социобиологическая структура, элемент социальной структуры общества, он не просто, он обязательно хочет выговориться, он обязательно хочет сказать, поэтому и речь у человека создалась, а вы представляете, бывают случаи, когда вам некому сказать, и никто не хочет вас слушать, или у вас мысли грустные такие, что лучше никому не говорить, а вы взяли и себе это все выговорили, и освободились, и вот теперь я освободился, я чувствую, я теперь знаю, что мне написать моим двум друзьям, им написать, что так случилось, если ты хочешь, именно так, что у меня будет гость такой-то, такой-то, если не проблема, если тебе это не мешает, пожалуйста, может быть, я вас и познакомлю, оба знаковые, очень известные люди, может, они даже рады будут, ну, простое решение такое, да, ну, теперь надо подумать, а вдруг они скажут, нет, я не хочу ни с кем разговаривать, я только это тут хочу, сейчас опять повыговариваюсь и придумаю, это очень легко, попробуйте, и что я еще хотел сказать, поскольку существует очень много людей, которые выставляют свои контенты, медитативные, там, и другие, и другие, вы теперь можете выставлять такой, на этой основе, они же на этом зарабатывают, и вы зарабатываете, кто мешает, я разрешаю, вы можете этот контент использовать для того, чтобы, когда у вас есть время, просто взять, обучают других людей по этой методике, на этом зарабатывать, потому что это полезно, что там будет после этого, и как будет, как они будут счастливы, зависит от вашего умения, можете давать ссылки на мои ролики, на мой канал YouTube, и на мой Telegram, и при этом потом отдельно с человеком разговаривать, и доуточнять, отвечая ему на вопросы, которые он сразу не понял, а вы, просмотрев все мои материалы, поняли, и поэтому становитесь ему консультантом, вот так, мой подарок для вас, друзья, я еще хочу сказать, вы больше никогда и нигде не увидите в интернете ни в одной стране мира эту методику, тем более, что здесь я говорю в таком ритме и одновременно показываю произведения настоящего искусства и одновременно я очень хочу вам пожелать, чтобы вы были здоровы и счастливы и это и это неформально да, друзья, будьте здоровы и счастливы я вас люблю по-человечески на современном языке сказав это выглядит так я вас уважаю до встречи до встречи